Вы сказали о Мариуполе, куда якобы ездил Путин, куда могли вполне прилететь Россия украинские ракеты. Поговорим о другом оккупированном украинском городе, о Мелитополе, ведь туда отправляется звездное трио. Для того, чтобы провести концерт памяти о жертвах, погибших людях в Крокус-Сити-Холле, отправляются Шаман, Олег Газманов, один из любимых исполнителей Путина, и внезапно Настя Ивлеева. Видимо, таким образом пытаясь все еще, продолжая извиняться за организацию этой вечеринки голой в конце предыдущего года. Когда мы говорим о том, как сейчас пытаются обвинить Украину в теракте в Крокус-Сити-Холле, мы сейчас о новом допросе, кстати, Таджиков еще поговорим, потому что там им уже нарисовали красивую легенду. Но в целом, то, как пытаются стрелки перевести, и теперь вот эта поездка этого трио на оккупированную территорию, где они будут проводить массовое мероприятие, которое афишируется, то есть все знают, что оно будет проходить 15 апреля, естественно, украинские спецслужбы знают так же, российские спецслужбы об этом знают, и вот еще и в память о жертвах, погибших в Крокус-Сити-Холле. Но у меня сразу возникает мысль, не может ли это быть специальной провокацией, потом, не знаю, оккупанты запустят туда тоже какую-то ракету или что-то там взорвут, опять обвинят Украину и скажут, посмотрите, вот они, значит, не только в Подмосковье, а вот, значит, людей, которые собрались почтить память о территории Украины, да, ну, на оккупированной территории, вот, значит, против мирного населения используют такие методы. Ну, вы знаете, совершенно не удивлюсь тому, что они могут так сделать, вот, более того, я, в общем-то, не считаю, что Украина не имеет права на своей территории, в общем-то, производить какие-то боевые действия, направленные на деоккупацию, поскольку, ну, люди, которые туда приезжают, да, может быть, Ивлеев пока никого не убил своими руками, но то, что она делает последние, сколько уже месяцев прошло после этой самой злосчастной вечеринки, это, конечно же, тоже, в общем-то, такой большой плюсик в копилку Путину, потому что у него была большая аудитория, что вот очень неприятно, у него была большая аудитория из людей, которые, в целом, были бы, наверное, вполне возможно при определенной такой пиар-обработке, они могли бы быть нормальными, адекватными, как бы, россиянами, которые к войне относятся с отрицанием. А, соответственно, то, как она переобулась и как она сейчас говорит о том, что, да нет, смотрите, классный Путин, отличная война, супервыборы и все такое, значит, соответственно, это на какую-то часть из них повлияет, поэтому Ивлеева должна понимать, что она сегодня является законной целью ВСУ, поскольку она сегодня является пропагандистом войны и Путина, военного преступника. И думаю, что Шаман с Газмановым, наверное, уже это понимали, а вот Ивлеева, может быть, думает, что я еще тут похожу, там, это самое, задом покручу, как бы, да, вдруг еще прокатит, как бы, да, потом обратно вернуться в число приличных людей. Не, не прокатит, Настя, она не прокатит, даже не думая об этом, потому что, ну, сегодня ты являешься участником массовых убийств, и поэтому, если вдруг прилетит куда-то ракета, вот, обижаться Ивлеевой вообще не на что, потому что это территория Украины, и там собираются пропагандисты, люди, которые занимаются вредной для Украины, опасной для Украины деятельностью, оправданием войны. Боится, что ракета прилетит в ее дом, и пропагандистка Маргарита Симоньян, после того, как СБУ предъявила ей еще несколько обвинений, в том числе в геноциде, Симоньян заявила, что теперь ее точно ликвидируют украинские спецслужбы, так как они уже нарисовали для этого грамотную, ну, скажем так, мотивацию, да, для того, чтобы объяснить, там, например, каким-то партнерам по формату Рамштайн. Мол, смотрите, значит, а дальше, давайте я процитирую Симоньян, потому что у нее тут действительно был крик души, значит, она говорит, заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут, что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде не симпатично убивать журналиста, и к тому же многодетную мать, а вот если у нее будут мифические призывы к убийствам детей, то вроде как-то симпатичнее, конец цитата. Слушайте, а вот такие посты, это, они боятся, как считать? Ну, может быть, немножко, конечно, побаиваются, но в основном, конечно, рисуются, я думаю, потому что там у них очень популярно это, что у нас там пули свистят над головой, что мы такие все бойцы, вот, и что мы такие все бесстрашные. Но потом, когда ты из себя корчишь вот такую жертву, тогда же как бы, ну, тяжелее тем, кто должен расследовать, например, ее финансовые преступления, а у нее их безумное количество, потому что разворовывают они вместе с своим мужем казну российскую, ту часть ее, которая должна на журналистику идти. В общем-то, совершенно без зазрения совесть. И поэтому набивают себе цену, становятся в ряд, как бы, с героями СВО, в кавычках, соответственно, как бы, да, вот еще убивая вот этого зайчика, чтобы, как бы, не дай бог, никогда не пришел к ним следовать или не задал вопрос. Поэтому нет, конечно, они надеются, что никто их не грохлит, может быть, с охраной какой-то ходят уже. Вот. Другое дело, что, не знаю, а будет ли мараться кто-то из украинцев о Симонян, да, как бы, то есть, а какие у нее есть какие-то специальные таланты, да. То, что она моросит по поводу того, какая прекрасная война и какой замечательный Путин, кого это сейчас сильно убеждает и в чем. В общем-то, они свой лояльный электорат уже обработали, и этот лояльный электорат, он есть в количестве нескольких процентов, да. Вот. А вот большое-большое электоральное болото, которое существует, они до него уже не могут достучаться. Соответственно, там жива Симонян или мертва, там для Украины на сегодняшний день, вот цинично рассуждая, я думаю, что какой-то большой переменной не случится. А делать большие спецоперации по убийству кого-то просто из вредности. Я думаю, что у украинских военачальников сейчас есть дела поважнее. Вот. Поэтому я думаю, что она в абсолютной безопасности, да, к сожалению. Ну, вот у военачальника, может, дела действительно поважнее есть. А вот у украинских колдунов и ведьм, значит, я это довольно... Украинскую я так и на порядку денному, да, на... Как это сказать? Ну, в общем-то, в планах, да, в планах ближайших ликвидация Симонян, потому что Дмитрий Гордон озвучил у себя на YouTube-канале заявление лучших украинских шаманов и колдунов, которые ему передали. Они, значит, там, ну, по их утверждению собрались, значит, в каком-то священном месте на каком-то, значит, и выделили шесть, ну, видимо, магии и шаманства хватает только на шесть жертв. Они выделили шесть главных военных преступников, по их мнению. Ну, возможно, кто их больше всего бесит, да. Из военных преступников там Путин, Медведев и Шойгу, а, значит, из подпевал Соловьев, Симоньян и Скобеева. И, в общем, по утверждениям вот этих магов в течение двух месяцев из-за страшных болезней они могут даже умереть. Первым, кстати, почему-то будет Соловьев, я не знаю, возможно, у него карма уже настолько загрязнена. Но я не знаю, насколько Соловьев и Симоньян в это верят, но Путин-то и Шойгу, они что-то, шаманов там заценивают, ну, как бы, то есть у них-то есть там какие-то... Ну, по крайней мере, я слышал о том, что к их советам прислушиваются они. Может быть, для них это серьезная угроза. Ну, во-первых, я не понимаю, почему Медведева записали в политике, собственно, с каких это пор. В общем-то, Орликин, Клоун и Петрушка, в общем-то, являются политическим деятелем. Ну, нет, конечно, никакой не политикой. Для него должна быть вообще, знаете, отдельная рубрика. И среди Медведевых, самый главный Медведев, это, естественно, Медведев. То есть, а на конкурсе Медведевых при этом он займет второе место. Ну, потому что он Медведев. Вот, поэтому, значит, соответственно, да. А по поводу предсказаний? Ну, господи, я понимаю прекрасно, откуда это берется. Ненависть к этому Соловьеву во мне так же кипит. Но, в общем-то, нет. Я считаю, что они, конечно, должны дожить. Дожить до суда, посидеть лет 20-30 каждый. Ну, сколько суд решит, я уж не знаю, сколько дают за свое участие в массовых убийствах. Мне кажется, по ощущениям, что должно быть как-то так. Ну, и напоследок, раз я уж анонсировал, Ростислав, давайте обсудим новый допрос вот этих задержанных таджиков, которым вменяют исполнение теракта в Крокус Сити Холли. Но я просто напомню нашим зрителям, что когда их задерживали тогда на следующий день, они не могли там два слова связать по-русски. Да, в общем, мы видели, как с ними обращаются. Отрезали им уши, пытали током через гениталии. В суд их привезли вообще еле живыми, с какими-то колоприемниками на инвалидных колясках. Теперь вот в примерно таком же виде, да, таком еле живом, их записали на видео сотрудники силовых ведомств оккупантов, где, наконец-то, уже, видимо, таджиков смогли научить, ну, короче, смогли эти задержанные выучить эту легенду, которую им нарисовали, для того, чтобы хоть как-то, хоть со склейками, но говорить хоть какими-то короткими фразами. Значит, что эти таджики утверждают? Что да, значит, двигались к Киеву, заказчик обещал миллион рублей, они называют имя его, имя похоже на какое-то вымышленное. Недавно российский следком оккупантов опубликовал фотографии, которые нашли на телефоне у одного из этих, значит, задержанных таджиков. Там, например, была фотография украинской почтовой марки, которая была выпущена после начала полномасштабного вторжения с легендарной фразой украинского пограничника «Русский военный корабль, там, иди, значит, на три буквы». Такая марка существует, люди ей пользуются, и картины с нее рисуют. В общем, замечательное такое проявление современного искусства. Вот, но, опять-таки, да, ну, какая, ну, вот какая марка, да, на телефоне? Теперь вот то, что они там два слова связать не могли, теперь говорят заученные какие-то короткие фразы. Как их могут отобрабатывать? Да, мы, кстати, сегодня говорили, что сексуальное насилие, да, это способ доминирования, и, между прочим, вот Ольга Романова, российская правозащитница, не раз говорила мне, что это самый популярный способ издевательств над задержанными в российских застенках. Не знаю, что там с ними могло происходить, да, и, в общем, вот какую в итоге картину и для чего сейчас рисует Кремль? Ну, картина все та же, то есть они рисуют вот эту страшную-страшную банду и рисуют страшное возмущение своих силовиков вот этой банды, что вот они так их бьют, а их даже никто не смеет поругать. Ну, потому что как поругаешь? Такие негодяи. Вот, ну, на самом деле, мне что-то подсказывает, что их так усердно месят просто вот в какое-то совершенно невменяемое состояние для того, чтобы они вдруг когда-нибудь не начали рассказывать что-нибудь, что было на самом деле. Потому что, на самом деле, на мой взгляд, это типичная группа прикрытия, это типичные, в общем-то, такие как бы мальчики для битья. И, вы знаете, мы опубликовали их письмо Зеленскому, кстати. Вот вы можете сейчас его показать по вашему каналу. Пусть зрители... Да-да-да, пусть ваши зрители оценят, в общем-то, реалистичность этого письма. Я думаю, что оно вот так же реалистично, как то, что они себя выдавливают сегодня, и то, что они говорят. Потому что, ну, это всё настолько билиберда изначально, и всё это настолько... Как вы сказали, им что-то вменяют. Я подумал, да, им вменяют невменяемое. Потому что, действительно, вот это вот всё нагромождение каких-то вот псевдофактов, это всё выглядит настолько чудовищным враньём, что, ну, даже среди всего остального путинского вранья, знаете, это, ну, вот это прям, наверное, на несколько корпусов впереди всего остального. И поэтому я думаю, что здесь мы тоже, кстати, рано или поздно знаем правду, потому что, ну, такие большие теракты, они как бы всё равно какие-то следы-то оставляют. Поэтому вскроется всё, всё вскроется, дождаться, дожить надо. А вы не удивитесь, Ростислав, если, не знаю, у какого-нибудь таджика там оторвётся тромб внезапно, да, как оторвался у Алексея Навального, как утверждал сначала, да, я помню, туда и Russia Today. Или, не знаю, начнётся в СИЗО, где они сидят, начнётся пожар, и вот каким-то просто вот удивительным образом все четверо в нём погибнут. Ну, для того, чтобы, действительно, они не могли потом, когда-то, может, в камере, боже, ну, где угодно, рассказать кому-то о том, что с ними делали российские спецслужбы. Ну, если они будут сидеть, они будут сидеть где-нибудь, я думаю, в тюрьме для смертников, где они будут все изолированы. Потом кто-то из них, действительно, скорее всего, погибнет. Возможно, действительно, их всех отвезут в Белоруссию, и там казнят на основании того, что они якобы ехали туда, и что их надо там судить. Вот, то есть, действительно, они, конечно, ненужные свидетели. Это, понимаете, это как все эти бандиты, которые в ДНР всё это начинали, ЛНР, так называемый. Вот, как бы, они же все умерли, что же не просто так? Потому что они все были свидетелями того, как Путин и сотоварищи осуществляли силовой захват вот этой части Украины. Ну, не все, а как же Стрелков Гиркин? Он, кстати, почему-то пока ещё жив, хоть и в тюрьме. Да, но он жив, но ведь он изолирован, потому что там же всё контролируется. Любое письмо от Гиркина читают очень внимательно. И, соответственно, как бы, то есть, главная опасность нейтрализована. То есть, что он сейчас расскажет, как всё было на самом деле. Вот, и он прекрасно понимает, что если он попытается что-то рассказать, что было на самом деле, то его очень быстро там убьют. Поэтому он посидит там какое-то время. Ну, а потом, честно говоря, тоже, я думаю, что у него резко начнут ухудшаться здоровье, потому что я думаю, что вот эта вот технология, которая у них существует, и есть одна из версий, да, что Навального убивали долго и мучительно, вот именно вызывая вот этот тромбоз. Вот, соответственно, не исключено, что его там тоже уже всем этим кормят. И совершенно не удивлюсь, его вот этой вот смерти тоже от тромбы отдадут тело, и вскроют, и выяснится, что это действительно тромбоз, и ничего другого нет. Ну, потому что, ну, вот такая власть, власть убийц в России сегодня.